Ребят, очень важное видео, и мне кажется, оно будет популярным из-за того, из-за формата, который я преподношу вам. В общем, я сейчас только... Я была в телеграм-чате своём, я общалась с ребятами, и суть какая? Из-за того, что проституток гнобят, и вообще всех работниц гнобят, и по сути даже гнобят как бы девушку, которая ещё не проститутка, но возможно потом станет в будущем, и любой другой секс-работницы. В общем, из-за того, что девушек гнобят, используя, например, slut-shaming, она даже не сможет осознать у себя в голове сама, что эта деятельность на самом деле не очень. На самом деле она не хочет этим заниматься. Вот. Потому что каждый раз, когда её гнобят, у неё не остаётся времени и энергии на то, чтобы подумать и принять решение. Ей приходится тратить автоматически себя и свою энергию на то, чтобы защититься, на то, чтобы защитить свою честь, своё достоинство, себя как личность, то есть показать людям, защитить свои границы, по сути. На самом деле, если, допустим, девушку не будут гнобить, а как бы Элеонора в чате у нас тут... На самом деле, если мадемуазель не будут гнобить, ну, типа, да, я принимаю то, что ты этим занимаешься, и я тебе слова не скажу, потому что мне реально без разницы, это твоё дело, то она в этот момент соединится собой, ей не придётся пытаться как-то защищаться. И она такая увидит, что, да, ей, как бы, люди, окружающие её разрешили, чтобы она начала заниматься, ну, короче, разрешают ей заниматься этим. И она такая подумает, исходя из этого, она подумает, типа, она вообще задумывается, а хочет ли она заниматься. Потому что, мне кажется, девушки даже, которые этим занимаются, они продолжают заниматься или начинают этим заниматься, потому что они всё больше как будто бы хотят доказать другим людям, что вот на самом деле я это делаю, потому что вы меня настолько задолбали, вы настолько меня обижаете, что я хочу показать вам, насколько я плохая, насколько я ужасная, чтобы вы наконец-таки от меня отвязались, чтобы вы наконец-таки от меня отстали. Я такая, что я люблю повторять мысль по несколько раз, потому что тогда я сама больше понимаю, и если понимая я, то понимаете и вы. В общем, когда девушку на неё не кидается, грубо говоря, она понимает, что в ответственность и выбор, который она примет, только, ну, ответственность на ней и выбор, который она примет, целиком и полностью её, на неё никто не оказывает влияния, и она тогда понимает и чувствует, что это она сейчас управляет своей жизнью, это не кто-то заставляет её делать это, это её собственное решение, потому что на самом деле, когда ты это осознаёшь, ну, конечно, никто никогда не пойдёт заниматься непонятно с кем сексом или показывать себя обнажённую за деньги, потому что это, типа, а с чего вдруг, это абсолютное нарушение личных границ. Но если девушка всё-таки это думает, значит, она вообще не осознаёт, что сейчас это её действие, это её выбор, именно поэтому я всё-таки склоняюсь к тому, что все люди, которые занимаются любой секс-работой, у них есть нарушение психики разной степени, но они иногда как будто бы теряют свою связь с реальностью и не понимают, что это они сейчас это делают, это их выбор, это будут их последствия, то есть они как будто бы, типа, блин, мне настолько плохо, что, короче, всё, ладно, вы живёте за меня, мою жизнь, вы всё решили, а мне, кстати, так легче, я-то глаза закрыла и всё. Вот. Мне кажется, что обычно в секс-работе именно такая позиция. И, соответственно, если показать человеку, который хочет пойти в секс-работу, или который занимается, то, что, да, ну, пожалуйста, делай, типа, мне вообще как-то пофигу, да, что хочешь, то и делай, то он тогда и поймёт и, типа, начнёт взвешивать, начнёт анализировать и думать, что является нормальным процессом. Вот. А если же как-то проявлять любой негатив по отношению к этому, даже если ты будешь говорить, например, просто с девушкой где угодно, со своей подругой, которая там вся такая прилежная и так далее, и ты просто будешь говорить то, что, ой, а вот та шлюха, кстати, типа показывает своё вот это вот, фу, она такая больная, вот это, прикинь, да эти шалавы, там просто, вот если ты будешь показывать вот это вот своё по отношению к любому из женского пола, абсолютно любому, неважно, чем он занимается, то девушка тогда поймёт, что на неё, в принципе, из-за этого, если у неё есть какие-то внутри травмы, то есть не очень хорошо всё с психикой, то потом она даже вспомнит, может быть, этот диалог неосознанно, но это как бы повлияет тоже на её выбор, что она будет чувствовать в какой-то жизненной ситуации, что на неё вот сейчас как бы тоже, ну тоже что-ли проявляется вот эта вот злость, потому что она хочет тоже, ей нужны деньги или что-то ещё, она думает пойти в проституцию. В общем, это не нужно так себя вести мужчинам, женщинам, особенно я думала, не надо говорить про женщин, потому что женщинам не нужно заниматься слоидшеймингом, потому что они как бы женщины, но на самом деле очень много женщин, которые занимаются слоидшеймингом и вот этим всем. В общем, лучше всегда проявлять максимальный нейтралитет, если речь заходит о секс-работниках, не показывать то, что ты ненавидишь, не показывать, что ты высмеиваешь подобное, не показывать, что ты негативно относишься к такой деятельности и так далее. Это будет самый безопасный вариант, потому что что там с твоим собеседником, что у него в голове, какая психика, о чём он думает, что у него было в детстве, никогда не известно, к чему это приведёт, вот. Но показать, что типа тебе пофигу, тебе без разницы на это. И тогда человек, который думает по поводу секса работы или который занимается этим, он просто поймёт, что на него никто не оказывает влияния. Потому что в эту проституцию, как я уже сказала, ну пойти по собственному выбору, то есть типа я мечтал или я мечтала этим заниматься с детства, такого нет. Это обычно так, что типа да вы на меня давите и всё. Это просто я и по себе говорю, и когда работала с психотерапевтом, мы это обсуждали, и когда общалась с девушками, которые этим занимаются, обычно это так и происходит. И я прям даже это ощущаю. То есть это давление постоянно, тебя никто не поддерживает, не поддерживает своим безразличием, вот. И настолько иногда бывает человеку тяжело справиться, ну допустим, он не умеет, он сопротивляться негативу, он вообще может быть не разбирает что есть что, ну это из травм всяких связано. И он тогда просто будет понимать, что, блин, короче, тогда я буду этим заниматься и всё. В общем это просто, потому что в это с открытыми глазами, в эту секс-работу, деятельность, с открытыми глазами, с открытым сознанием не идут. Туда идут, закрыв себя полностью. Вот. Такое видео получилось. Пишите, что думаете. Очень интересно ваше мнение. Пока-пока. Пишите, кто. Пока.